Друзья, день добрый! Кстати, меня называют фатом золота-серебра. А помните, год назад мне писали, что это все бабушкины активы, никому не интересно? Так что идем смотреть бабушкины активы, никому не нужные. Я уже приехал почти что в компанию Монет Инвест. Я вам сейчас покажу бабушкины металлы. Бабушкины металлы! Одну секундочку. Будет вам бабушкин металл сейчас. Роман, день добрый! Здравствуйте! Эко колбасит наших зрителей. То мне писали, что золото бабушкин металл, а то теперь пишут, что немедленно езжай к Роману от Ливанчика, узнай, брать на коррекции или прямо сейчас? Значит, ну смотрите, у нас получился очень динамичный март. И мы получили такую ситуацию, что при пробитии наших всех сопротивлений, шорты открывали в небольших объемах, на шортах росли дальше. Очень крупные покупки со стороны спекулянтов и на комиксе мы получили рост контрактов на 100 тысяч контрактов. С 400 тысяч выросли до 500. В принципе, все наши ожидания были, что база наших 400 тысяч контрактов это минимум, которое мы можем иметь на рынке золота. Идем где-то на 800 тысяч контрактов, сейчас у нас 500. И в динамике просто покажу, как это, ну картинка сразу, да. Чтобы быть не многословным, вот хаи, которые были у нас в 2020 году на ковиде, 800 тысяч контрактов, сейчас у нас 500 тысяч. Вот на... Винны? Да. Винны? Да. Это вот, собственно, на пятницу. Все свежие данные. И вот наша цена сейчас. Вот. Поэтому впереди у нас такой большой путь. Ко всем прочему, еще мы не видим особых приходов на рынке ГЛД. Вот. И по той причине, что, скорее всего, то есть там есть приходы, но сразу эти приходы обращаются в падение стоков. И думаю, что это все связано с тем, что металл, в итоге купленный металл на ГЛД, экспортируют в Китай, в Азию. Вот. Потому что фонды ГЛД считаются по приходам живых денег и по приходам металла, и, соответственно, по расходу живых денег и металла. Поэтому металл можно просто отгружать физически. А то, что мы экспортно-импортная операция была через Швейцарию, в последнее время показывает, что металл уходит из Запада, из Лондона, из Нью-Йорка и уходит в Саудовскую Аравию, в Турцию, в Сингапур, в Китае. В общем, на... Значит, с Запада на Восток. Вот. Поэтому, как бы, у нас впереди еще большая дорога. Дорога куда? Дорога... Роу Тухел? Да. Дорога, да. У нас еще такая динамичная должна быть картинка. Вот, соответственно... Ну, вот, я по поводу как раз стоков скажу сразу. Обновил данные. На все моменты, вот, на пятницу, вот, предыдущий у нас график был 9 миллионов функций, сейчас у нас 7,5 миллионов функций. Это, грубо говоря, за полтора месяца, мы делали в конце января, ну, два месяца, получается, да, вот, мы сделали вот такое падение стоков на полтора миллионов. Так что у нас все динамично, вот, а поставщиками золота в крупнейшем является Россия, вот, мы исключены из этого списка, вот, и других поставщиков нет таких серьезных. Австралия есть, Китай не ставят. Вот, и какая нас дорога ждет? То есть все-таки возвращаемся вот к таким таргетам, которые были в марте, обозначены в октябре 2021 года, значит, у него временной таргет был следующий, что, как бы, есть такое, значит, у золота и серебра, у них, значит, свой, своей частотой, как бы, колебаний, да, это же, когда они сходятся, не сходятся, вот, у них разное сердцебиение. И вот они периодически, там, раз в два года, они сходятся в одну точку, когда и в этот момент нужно посмотреть, как они закрываются, значит, тестируют хаи или тестируют низы. И вот тогда, с октября 2021 года, были таргеты на весну и лето 2024 год, что, значит, тогда, в октябре 2021 года, золото и серебро, они сошлись, сошлись они ростом котировок, Соответственно, следующее движение должно было тоже ростом в весну, лето 2024 год. И тогда он сказал, что максимальный таргет может быть и 6500 по золоту. Значит, первый таргет был у нас по золоту и серебру, это было 11-18 марта недели. Серебро тестировало хаи и золото тоже тестировало хаи. То есть мы, соответственно, следующее движение у нас будет в 5-е и 15-е июля, тоже, значит, у нас там таргет временной нарост. Значит, и, соответственно, в июле много сходится чего, вот, там и возможность начала третьей мировой войны тоже указывает на середину лета. Первая такая возможность у нас указывает на май месяц. Значит, вся модель, эмпирическая модель, которая считается от Месопотамии, она переворачивается на спад мировой экономики и возможную, значит, войну. Значит, 7 мая она выпадает как раз на дату инаугурации президента Путина, вот, и, значит, у нас начинается сильная волатильность, ко всему прочему, в рубле, в июне. Вот, если у нас в ноябре, на июне была паника в рубле, как в марте и в октябре 22-го года, то где-то уже с января, значит, модель показывает не панику, а просто сильная волатильность. Ну, то есть что-то нас ждет кардинальное летом, скажем так. Поэтому, чтобы понять динамику, которую мы можем увидеть, значит, в прошлый раз мы говорили, что мы видим, значит, удвоение цены в золоте с 2 до 4 тысяч. Но если внимательно посмотреть все-таки на график, который у нас был, если это 79-го года, по 22 января 80-й год, это буквально, вот, наторговали все июнь, июль, август, 270 долларов за унцию. И вот у нас уже через полгода, от августа, да, то есть до января, у нас 830 долларов за унцию, то есть это трехкратный рост котировок золота на фоне экономического и политического кризиса в США. Там была инфляция сильная, недоверие доллару, захват американского посольства в Иране, и войск, значит, ввели войска в Афганистан, и впереди у нас была Олимпиада. Значит, на Западе было представление, что, как бы, Запад находится в состоянии коллапса, Советский Союз развивается динамично, расширяется влияние во всем мире, и, соответственно, было ожидание, что будет начнется Третья мировая война. Вот, этого, слава богу, не случилось, но, в общем-то, как бы динамика, о чем говорит, что мы можем очень сильно расти, и геополитика является самым главным движущим аргументом в покупке драгометаллов. В этом контексте мы рассматриваем рост драгометаллов в связке с ростом биткоина, с ростом Доу Джонса, Дакса и Никеи. При этом Мартин указывает на очень такой важный момент, что реальный показатель войны, признак войны, это будет рост индекса доллара и золота. То есть массовая иммиграция пойдет капитала именно в Америку, потому что она пока не связана войной и Никеей. И если сейчас Доу Джонс растет вместе с Никеем, с Даксом, главными такими конкурентами, то в случае риска войны в Европе и в Азии, это будет, соответственно, рост американского Доу Джонса и падение Дакса и уже падение Никеи. То есть этот момент очень важный, можно смотреть, понять, насколько все это справедливо в нашей оценке. В общем-то, внешние факторы, которые сейчас об этом говорят. Новостный поток очень такой динамичный, соответствует времени и котировкам драгометаллов. Могу только одно сказать, что крупный капитал два года собирал, в данном случае, центральные банки и, значит, очевидные крупные фонды, они собирали металл в Азию, в Азию, фонды ВТФ в Азии, в первую очередь, и пытались выйти из долговых бумаг Запада. И сейчас вот этот процесс как бы пошел, и, соответственно, у них какой шанс либо остаться на долговых бумагах и потерять от заморозки этих активов или просто писание прямого по программе сонаций за счет вкладчиков и акционеров, это программа БЛИН. Она все-таки была утверждена в сентябре 2014 года на Генассамблее и к итогам дефолтов, практически дефолтов МФ Глобал, это прайм-дилер, в 2011 год был дефолт, значит, этого брокера, и потом Греция, Гипр. И все эти практики были занесены, отработаны, и создан был при ООН, так называемый, Адхот-комитет, где были, собираясь каждые два месяца представители Минфинов, центральных банков G20+, там порядка 90 стран, и, собственно говоря, они готовят долговую перезагрузку в долларах, потому что Запад за кредитовым, и, соответственно, выход из этой ситуации только за счет списания, введения активов, налога на активы граждан, списания лишнего долга Запада и доведения этих долгов до 180% ВВП. Сейчас долг Запада, ну и вообще глобальный долг по 300% ВВП, в абсолютном урожении это 310 триллионов долларов. То есть нужно списать на порядка 100 триллионов. И фон для списания – это война, потому что, еще раз обращаем, на работу «Назад Миссапатамия», «Бостон Кассалтин Групп», это фактически современная книга, которую писал Гитлер, «Майнкрафт». Что он будет делать? Вот это тот документ, что делает Запад уже с 2011 года. Там вся дорожная карта есть, он на сайте у нас есть, он на английском языке, и там сказано, что на фоне, если в Миссии Мир окажется в ситуации 30-х годов, прошлого века, то политики согласятся на отъем депозитов. Поэтому в 30-е годы была война, предвоенная ситуация, депрессия. И согласятся и политики, и народ согласится, что легкой кровью мы делаем все списания. Поэтому крупный капитал получается сейчас выйти вне активов, которые, физические активы, это акции в реестрах, облигации корпоративные, золото. В первую очередь видим крупный капитал, это, конечно, слетки, а крупные клиенты частные – это монеты. И недвижимость та, которая не связана войной. Поэтому, в общем-то, рынок долговой большой, большие бы списания, поэтому время осталось мало. Поэтому динамика цены проявляется на стартовый момент. Как бы фон войны есть, порядок списания торгов есть, и выбор активов тоже есть. Вот, собственно, мы видим такой поток. Вот, собственно говоря, наверное, кратко все, что по поводу ближайших дат, когда можно получить коррекцию. Потому что мы видим всю динамику марта, апреля. Это то, что фактически… Я не знаю, чем люди занимались, но явно не покупали. Когда вот я сейчас поехал, скажи, прямо сейчас брать или на коррекцию? Ну, у нас ближайшие коррекции, это может быть 10 апреля у нас будет минутки фонг, 11 апреля – это ставка ЕЦБ, а потом у нас большая, как бы такая, пауза у нас. Только 1 мая будет у нас заседание ФРС, ставка поставка. Вот, в принципе, и там будет переход на новый контракт майский, и вот поставочная по серебру, а не поставочная по золоту. Но смысл следующий, что у нас по динамике, которую мы видим сейчас, мы видим, что всю любую коррекцию ежедневно выкупается практически. Вот, и как правило, когда растущий тренд, могу просто такой дать совет, что, значит, что, как мы видим, значит, как идет. Если у нас понедельник начинается, Азия начинает расти, Америка подхватывает рост, то в пятницу будет хай. И на этом растущем тренде, значит, может быть коррекция в середине недели, это может быть среда или четверг. Если у нас понедельник начинается с Азии коррекции, ее подхватывает Америка, то в пятницу у нас будет минимум. Вот, поэтому мы можем смотреть, что происходит в понедельник, чтобы уже, как бы, сориентироваться, что может быть в неделе. И, соответственно, если падающая неделя, то на падающей неделе у нас будет отскок по золоту, ну, по металлам, это будет, соответственно, среда, четверг. Вот, и такой момент, когда мы даже удивлялись, когда вот в март рост у нас был рост, 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 у нас не было даже в этих, на этом динамичном росте у нас не было даже коррекции в среда, четверг. То есть просто вот каждый день внутридневная коррекция выкупает, идем дальше, выкупаем, идем дальше. То есть это очень сильные покупки, и на этих шортах мы ходим все выше, выше, выше. Вот, ну, ближайший цель у нас 2 500-550, и по, значит, Мартин так сказал, когда в начале апреля выдал там прогноз, что у нас там такие сильные закрытия, вот, он сказал, что мы в итоге дневное закрытие выше 2 300, означает, что мы в апреле, в конце апреля видим 2 500. И мы уже не то что недельно, у нас была дневная свечка, у нас дневная свечка, у нас была выше 2 300, причем с таким сильным там 2 300-23, насколько я думаю. Значит, на комиксе у нас было 2 300-25,70, ну, то есть это 25 долларов выше, то есть сильное закрытие. Аналитики Сбербанка дали прогноз, что коррекцию ждут золота на 2 100, это вообще возможно? Ну, мы сначала должны, наверное, все-таки на 2,5 сходить, а 2 100, наверное, там есть поддержка, но мы пока вот в такой динамике, мы не видим коррекции. Понятно. Да, слишком мало времени осталось, как бы если у нас таргет, ну, в виде главной, это временной таргет. Вот для все модели, которые используют Мартин Аустронг, это временной таргет. И здесь вот все это, у нас риторика здесь сейчас такая, что у нас может быть ядерная война, да? Ну, как я не смотрю, я не знаю. Да, вот. И просто риторика, которую мы слышим от наших властей, от французских, американских властей, что будет, не будет ядерный удар. Значит, у них интересный подход к России, вообще к любимым странам на Западе. Они считают, что Россия, как и другие страны, Китай блефует. И, соответственно, у них почему-то такое представление есть, что мы не будем использовать ядерное оружие или не будем дыхать до кранности, потому что, значит, политика Запада, ну, так скажем, если взять Венецию, потом Лондон, Америку, то они активно использовали деньги, влияние денег для решения таких серьезных задач, как там подкуп властей. И они успешно, в принципе, покупали приближенных, если, значит, аппарат государственный, тех стран, которые они пытались уничтожить. Если посмотреть Романовскую династию, то фактически успешные перевороты были сделаны членами английского клуба. И вот Александр Первый пришел к власти. Потом, если посмотреть, что у нас было, Екатерина также пришла к власти, скажем, тоже, так скажем, был переворот, да, по большому счету. Потом посмотреть, что у нас в Польбюро сложилось в 70-х годах. То есть они понимают, что они могут деньгами купить всех. И поэтому они смотрят на все страны, которые их окружают, ну, крупные деньги, скажем, деньги в Венеции, Лондон, да, что они этим вопросами могут закрыть все свои проблемы, и поэтому они считают, что можно купить все. И, к сожалению, как бы практика такая, что можно рассчитывать, что как бы сила денег имеет свою силу в правильный момент. Но в данном случае Россия, она находится сейчас в стадии подъема в формате госкапитализма. И вот сейчас все элиты, несмотря на то, что как вы относитесь к нашей власти, положительно, отрицательно. Но дело в том, что вся элита сейчас, она в формате госкапитализма, в начале цикла роста госкапитализма, который начал в 2020 году, она, несмотря ни на всякие поблажки, которые могут проложить им, или там конфеты и пряники из Запада, она не пойдет на эти деньги. Потому что сейчас цель – это сплотиться возле центральной власти и поддержать ее. То есть элиты не готовы сейчас продавать себе ни за какие деньги. Поэтому попытки нас продавить сейчас, купить и добиться что-нибудь ядерного удара, что мы будем блефовать, они сейчас обращены к провалу. То есть это совершенно невозможно. Ни та ситуация, ни Запад не находится в ни той форме, которая может, так скажем, купить Россию сейчас. То есть когда у нас будет цикл частного капитала, как вот в 70-х, 70-х годах, 90-х годах, то элиты легко продаются. Очень легко. А сейчас они не продаются. Понятно. Поэтому у нас ждет очень сильно… Наоборот, Запад находится в состоянии продажности. Они сейчас пытаются продать свои идеи, свои капиталы налево-направо. И мы считаем, что Китай будет выкупать на корню всю американскую и западную европейскую элиту, потому что поменялись игроки местами. Я что хотел спросить. Вот ты сказал такую фразу, что покупают, значит, крупный капитал, покупают облигации кооперативные. Да. Вот. А у нас не будет такая же ситуация. Рикошетом по нам это не ударит. Те люди, которые покупают облигации, допустим, ОФЗ, тоже что-то им грозит. Ну, у нас вообще, честно говоря, такой уникальный случай, потому что, во-первых, мотором рынке западного капитала. Мы находимся в своем как бы болоте. У нас то, что могли на западе отобрать, отобрали. Значит, у нас, в принципе, проблем нет с долгами. То есть у нас как бы все профицитно, да? На сей момент и будет профицитно. Другое дело, что момент как бы санации глобальной финансовой системы, а к этому мы идем. Вот то, что у нас сейчас заморожено, да, у нас она кажется в формате конфискации, в формате bill-in. То есть у нас будут забирать эти активы по санации финансовой системы, а не по санкциям. И уже тогда, когда запустится этот механизм санации за счет вкладчиков и акционеров, то тогда шансов вернуть эти деньги у нас не будет. Но мы знаем, что наши регуляторы вот всю вот марта, апреля, особенно конец марта, начало апреля вот центральный банк, он активно сейчас пытается арестовать активы иностранцев и связанных с ними значит резидентов и нерезидентов, которые были вот с 22-го года, когда началась спецоперация, они активно сейчас блокируют деньги в надежде того, что эти деньги потом этим деньгами можно будет закрыть то, что заберут у наших россиян и государства в момент санации финансовой системы. То есть и работа плотно идет, банки завалены предписаниями центрального банка а блокировки массовой. Так вот что же будет с ОФЗ? Ну, для того, что у нас как бы проблем круговых нет, вопрос в том, что значит санации она может привести к тому, что у нас эти активы, которые мы же не можем все, допустим, активы вывести из-за рубежа, то нам придется посчитать, сколько активов оказалось нет из замороженных и соответственно все это переложить на плечи вкладчиков. То есть это может быть юрлицев и физлицев. Поэтому мы можем как крайнюю меру получить вместо этих не списания этих долгов, да, а допустим конвертации этих бумаг, бумаги там на 30 лет, 40 лет, 50 лет. И соответственно инфляция это все съест. Потому что война, в которую мы входим, то есть вот эта война лет 26-й год по лету 26-й год, то есть лета 24-й год по 26-й год, это два года войны. Достаточно такая, в общем требует огромных денег и война очень дорогой стоит, и это всегда инфляция. Даже после, и самое главное, что, вот Мартин как считает, что мы не можем, вот начиная с мая, в мая месяц, как мы, модель превращается на глобальный спад, а он спад видит на 12-18% мирового спроса, вот, это, как же, на 4 года, и он не видит возможности ее сбежать. То есть, можно избежать, можно изменить амплитуду войны. То есть, если, грубо говоря, целеполаганием Запада является вот то, что Базар, банк международных, банк, Бенков Интернешнл Селтемент, банк, центральный банк, у них целеполагание забрать деньги лишние, как налог на активы граждан и перепустить кредитный цикл в долларах. То есть, вся задача снизить до задуманности Запада до 180% ВП, это долг корпорации населения государства. И тогда мы можем пойти в новый экономический, новый рост кредитования, где будут чистые, хорошие активы. А если целеполагание, которое мы слышим от представителей ДАОСа, СОРОСа, то у них целеполагание это снижение численности населения на 2 миллиарда человек. И тогда в этой динамике мы можем другую амплитуду получить. То есть, эффективно такое оружие ядерный удар, который решает очень быстрые задачи депопуляции. Главное, какие целеполагания. То есть, мы полагаем, что главная задача их отобрать деньги. И, в принципе, мы на это нацелены. Вот. Но мы работаем, чтобы убрать риски дайки войны, именно ядерной войны, вообще, как бы, снизить амплитуду войны, как бы, мы рассчитываем на то, что на Западе будет саботаж этой войны, потому что 95% людей не хочет погибнуть. И только 5% пытаются довести ее до какой-то финальной точки депопуляции. людей Давоса считают 2 миллиарда лишними, потому что они много едят, потребляют, раньше они были нужны, а сейчас, когда промышленная революция 4-я идет, где народ не нужен, это лишние рты, соответственно, они считают, что, как бы, здесь очень, как бы, надо кардинальный вопрос решать, спасать планету от людей. Роман, я понял. А вот насчет УФЗ все-таки наших, тоже мы пойдем в русле, да, как каким-то, придется приложить эти проблемы на хладчиков. Да, просто мы такая ситуация, но мы все-таки не работаем на УФЗ, даже не знаем объем этого рынка, я знаю, что, как бы, у нас договоренных очень, так скажем, ограничены. То есть, если, грубо говоря, договоренных глобальных 310-3 рынков, то у нас доли, там, наверное, меньше 1%, потому что мы фактически сейчас ничего не занимаем. У нас другая задача у государств сейчас стоит, они хотят делать долгосрочные инвестиции в формате госкапитализма, они требуют длинные деньги, их надо деньги связывать нужно, поэтому сроками. Сейчас, как бы, мы видим все эти проекты, это Северный поток, там, дороги, там, в Китай, там, серьезные глобальные вещи, они очень эффективны, нужны длинные деньги, поэтому, грубо говоря, можно ожидать, что в формате глобальной перезагрузки мы можем получить коммерцию наших вкладов в длинные деньги, и, в принципе, вот этот рост процентов наставок, который мы видели с лета прошлого года, она была и в Америке, и в Европе, собственно говоря, и в Россию, она фактически, как бы, мы там не ругали наших регуляторов, что мы убиваем нашу промышленность, но она фактически связала все, значит, эти лишние деньги, они были связаны этими депозитами длинными, ну, как бы, под большой ставки, чем выше ставка, тем больше там оказалось длинный, и в итоге, в итоге все оказались бомбарь, скажем так. я правильно понял, что в самом плохом варианте для меня мои депозиты конвертируют, ну, как скажем, нестрахованные, да, нестрахованные, конвертируют во что-то более долгое, правильно? правильно. Все, закрываем эту неприятную тему, а то у нас это само. Тема неприятная. Да, а что, давайте поговорим про монеты инвест, интересно, если не против, что какие-то сейчас вот тренды, люди идут сейчас, чем они интересуются вот в связи с последним всплеском цен на золото? Ну, мы видим такую активную динамику наших спроса с точки зрения, что сейчас просто, как бы, если монеты покупают, их пытаются купить в объеме, значит, и если люди продают монеты, то они продают, допустим, для того, чтобы купить квартиру. То есть, мы видим, так скажем, что просто в кэшн то не выходит, и идут одни физические стоки, меняются другие физические стоки. Они вам говорят, что мы продаем монеты под квартиру? Либо ремонт, либо квартира, они говорят это, да? Да, либо обучение, то есть, ну, это очень редкий случай, очень редкий случай. Ну, понятно, что золото это такой, как НЗ в самолете, просто так не будешь этот НЗ скрывать. Да, а так, в общем-то, люди сейчас, другая проблема, сейчас больше людей интересует, просто люди бы купили больше монет, проблема в том, что они не могут наличные с ней в банках. Почему? Ну, такая проблема есть. В банках первой категории, первых, системы значим? Да. Ну, то есть, как бы, люди встают в очередь, говорят, ну, больше того, у нас был случай, даже небольшой суммы, то есть, человек положил 500 тысяч рублей на ту неделю, в среду, а когда он в четверг пришел, к нам хотел приехать купить, там, пару монет, он совы, то мы сказали, ему дали запись на пятницу, то есть, ему сказали, что денег мы не дадим, то есть, ему дали, там, только 100 тысяч снять, то есть, он вчера его вклад, сегодня уже не может, деньги снять, и его, соответственно, параллельно на пятницу, он даже нам показывал бумажку, я ничего не уронил, но это, как скажут, частные случаи, другие частные случаи, тоже говорят, что там более крупные суммы, на порядок, и там люди не могут забрать, вот, ну, то есть, это время согласования, занимает чуть больше времени, а мы понимаем, что сейчас, такой период, когда люди пытаются что-то сейчас делать, и, как бы, многие опять вытаскивают, доллары меняют, вами на пунктах, пытаются вообще от любой бумаги избавиться, потому что люди сами без наших видео, без наших каких-то комментариев, по тому, как у них идет бизнес, или общее настроение друзей на Западе, или здесь в России, они сами приходят и пытаются выйти, выйти из депозитов наличных, то есть, у них такое ощущение, что что-то будет, и это общий такой фонд, ну, как бы, мы живем, как бы, в таком, скажем, мире, который... Интересно, вы в Труссове Вече рассказали, что проблемы со снятием наличных сейчас? Ну, то, что мы слышали, да, то есть, люди сталкиваются с такой ситуацией. Представляете, сейчас, вот квартир, там, 15 минут в Москве и выше, если они, лимит установят, 100 тысяч, и даже замочишься снимать? Ну, мы это можем получить, легко, мы можем такую ситуацию получить, потому что, сейчас, вообще, ситуация такая, что, как бы, весь мир готовится к таким серьезным потрясением, и когда, все понимают же, что это, что творится, и уровень, как, скажем, готовности, значит, воевать чужими руками, скажем, люди, как бы, политики готовы положиться в войну серьезно, серьезно, серьезно. вот я вообще пришел, выходил клиент, как раз, вообще, что люди покупают сейчас? Ну, как бы, люди, ну, в первую очередь, берут, как бы, значит, инвестиционные монеты, вот, ну, у нас, как бы, инвестиционная, такая тематика, но, для людей, разный подход, кто-то, паркуется, чисто, как бы, в импорт, другие, парку, паркуется, в Георгии, значит, люди пытаются, как бы, поймать еще остатки сетеля, вот, а кто-то, вообще, для себя, рассматривали инвестиционный актив, как монеты старинные, то есть, они, принципиально, берут только старые монеты, несмотря на то, что они, наценка там больше, и стоки ограничены, но, в общем-то, как бы, пытаются, каждый вид, как бы, будущее по-разному, кто-то покупает, просто лом, понимаете, лом, просто лом в ломбардах, пытается, о, у меня, как-то, интервью будет, с Мосгорломбардом, скоро, вот, там, просто тут тупо, потому что, грубо говоря, вот она лежит, эти цепочки, разные качества. Нет, я говорю, вот приходят в Монет Инвест, что покупают. Нет, просто я говорю, вы ломом не торгуете, что-то? Нет, у нас, и не с литками, и ломом, да. Просто, какие монеты покупают? Ну, все, все то же самое, то есть, есть, как бы, возможность купить, дешево, берут дешево, вот, самый дешевый, пока сейчас, в моменте, это Георгиев, потому что банки еще пытаются, ну, как бы, банки дебигуют, то есть, если импорта вообще уже нет, ни в Москве, ни в Питере, то, соответственно, банки пытаются, они еще сидят на больших стоках, то есть, в крупных банках, монета еще осталась, и, соответственно, они, у них рублевая прибыль, они не смотрят на золото, что оно там растет, они увидят, что у них, они купили, допустим, в августе, по 200, там, 5 тысяч, а сейчас, я понимаю, они пытаются, мысли я понял, хотя, у вас разница на сайте не очень большая, совсем маленькая, между сеятелями и Георгием, потому что еще сеятеля есть, как только его не будет, соответственно, то есть, пока, вот просто вот эти стоки, чем выше идет цена, стоки раскрываются, побывают на рынок, и, соответственно, мы просто вот это демотгрузку, но надо понимать, что чеканка уже, сеятеля кончилась, все, и было просто массово, было в августе, тогда очень много нагрузили банки, вот, и, в принципе, если у кого есть, возможность сейчас, то есть, как бы они смотрят на ситуацию, что, в общем, самая цена, самая дешевая цена, может быть, сейчас в таких банках, как там, допустим, Россию Хосбанк, такие, вот, они, у них большие стоки, вот, можно к ним прийти, купить, вот, получить красивые документы от них, вот, ну, это как бы, как скажем, но сколько они там, все равно, все равно, цена переставляет вверх, потому что у них есть, так называемая, расчетная котировка центрального банка, и они пытаются торговать выше нею, она сейчас уже, много выше, чем было месяц назад, то есть мы ожидаем всплеск, есть два таких точки, как я понял, это май и июнь, да, где нам может быть всплеск? Ну, в мае будет определён тренд, что мы можем увидеть, как раз падение японских бумаг, японских бумаг, и выход в доллар, в индекс доллара, соответственно, вот эта динамика будет очень сильная, сильная будет динамика, то есть, в принципе, мы это ждали все эти четыре года, когда мы вышли первый раз на 2000, это был ковид, тогда был попытка сходить еще намного сильнее, 2000, вот, ну, как бы, ситуация была такова, что там были открыты большие шорты, значит, с крупными банками, и они, в принципе, шортыли так, что, фактически шорты превратили в сокрытие длинных позиций, падение котировок, там, мы с 2000 ушли тогда серьезно вниз, вот, потом была спецоперация, и вот, наконец, вот эти банки, эти же американские банки, они потеряли котировки вверх, то есть, ни население не тянет, ни центральные банки не тянут, а именно крупные банки со спекулянтом тянут ценный вверх, и фактически сейчас козлами опущения являются физики, которые шортили, допустим, да, мелкие спекулянты, и коммерческие трейдеры, то есть, недропользователи, которые добывают металл, вот они сейчас, видимо, отгребают по полной программе. Отгребают, отгребают, вот вчера на смарт-лабе, такая конференция, где написал, я потерял все деньги, потому что шортил золото, что мне делать? А когда, а сейчас, когда видишь, человек, что пробивает 2200, а зачем ты шортишь? Ну, потому что сопротивление видит, пытается... Нет, когда пробивает, что шортить-то? это, ладно, мне просто странно. Ну, то есть, есть правило трех дней, если как бы в течение трех дней цена держится выше этого уровня, что нам закрывать шортили. Это называется временной фильтр. Да. Все, я понял. Да. Все, спасибо большое за интересное интервью. Ну, кратко. Ну, кратко, а кому нужно, сейчас ссылочка на сайт внизу. Я сегодня начал сводить с просмотра сайта Монетный Грест, между прочим, честное слово. Спасибо. Да, Роман, такая монета есть интересная, кенгуру. Расскажите, пожалуйста, про нее. Да, я предлагаю посмотреть на уникальную возможность покупать такие монеты, потому что каждый год появляется новый дизайн. Вот, дизайн 24-го года, вот такая монетка. Здесь уже у нас Карл, новый король Англии. Значит, предыдущая серия у нас была, шла 20-ти год уже, хотя королевы не было, но, собственно, Австралия делала ее с королевой, вот у нас, ну, 20-ти год, чеканка. Вот у нас монета 22-го года спецоперация, отличная, динамичная монета такая вот, нам очень нравится. И у нас можно купить эти монеты вплоть до чеканка 90-го года. То есть у нас постоянно идет приходы разных чеканок. Это все унцовки? Это все унцовки монеты, вот, это у нас монета 2003-й год, в общем, расцвет западной цивилизации. вот так. Вот. И самое, что интересно, что практически все, кроме вот 90-го года, вот такая вот, эти запайки была такая, другая немножко, они идут в одной цене. Это чуть дороже, на 2000, и фактически вы можете сделать себе коллекцию красивых монет, отличного дизайна, отличной чеканки, намного выше, чем в Британии, у Канады и Австрии. И мы, на самом деле, видим, что люди активно делать себе такие коллекции этих монет. В общем, такая рекомендация. Красивая, симпатичная монета, высокого качества. что люди Diem died, они не пройдует, и они не пройдует. Продолжение следует...